Второй выпуск нашего подкаста Сегодня с нами главный тренер команды 2007 года рождения Андрей Васильевич Черниговский В бытность известный футболист на позиции защитника Все верно? Нет Ну, почему-то всегда писали, что защитник Никогда в жизни не играл Просто, видимо, так заявляли Администратором, начальник команды Я всегда был второй нападающий Либо в средней линии какой-то из позиций Где надо было сыграть Я был достаточно универсальным Но моя все-таки позиция это второй нападающий Вы родом из Братска И первый ваш футбольный клуб был любительский С достаточно экстравагантным названием Носороги Так ли это было? И что это был за опыт? После завершения академии Так получилось, что Я никуда не попадал Не в дуболь, не во вторую лигу Хотя я пробовался Потому что, скорее всего Последний год я провел на юношах Не очень, скажем так, эффективно И потом Получился момент У меня товарищ Просматривался в этой команде Носороги Поселок Володарский Ну и с собой пригласил Ему разрешили Я пришел И как в течение обстоятельств Я остался, а он нет Меня взяли Команда такая С таким названием Не могу сказать, почему такое название Но в этой команде играли Все бывшие футболисты В постсоветского пространства То есть Глеб Памфюров играл Дима Персаков играл То есть ЦСКА, Торпеды Люди Люди играли из мини-футбола Тоже Такие Все возрастная команда Была достаточно На всего лишь было трое Молодые И мне подчислилось В этой команде Как бы играть И первое время Где-то выходил на замену А потом Игр пять А потом Ну, играл исправно Потому что На своей позиции был И Забивал достаточно голов Поэтому Интересный такой опыт Не только Как футболист Я там Побыл Приходилось еще многим Чем заниматься Потому что Все-таки я Триэйджи игрок И Спортшколах Я жил больше В интернатах И здесь Одессы интерната не было Приходилось Скажем так Вне футбола Еще заниматься Другими делами Чтобы как-то жить Насколько хорошо Было то, что У вас было всего Трое молодых И у вас Профессиональная По сути Карьера Начиналась В команде Где очень много Возрастных игроков Вам подсказывают Это хороший опыт Потому что Ну, я считаю До сих пор Это ничего не изменилось Это называется Каемственность Когда тебя Старшее поколение Направляет Как Надо действовать Не только на поле Но и как Вести себя Разбиваться Поэтому Я был Под приличным Прессом Скажем так Но и в то же время Была поддержка Тренера Который не давал Как скажем так Забить меня До конца Ну, не до конца Какая-то Чтобы давление Было здоровое В основном Чтобы не было Надо и не надо Поэтому Здесь как бы Мне И повезло Дважды Как бы И тренер Во мне был Заинтересован И видел во мне Что-то И то же самое Не давал Старшему поколению Потому что Все-таки Старшему поколению Не всегда Интересно играть Молодые футболисты Потому что Они всегда делают Что-то не так И надо что-то Объяснять Или что-то За них бегать Тем более Если ты Атакующий игрок Значит ты теряешь Мячи Это значит Кто-то за тебя Должен отрабатывать А вся команда Достаточно Ну, она не то что Возрастная Там были и 25 лет И 30 лет Да Но КФК все-таки Такой Турнир Как Ну, уровень Второй лиги Как сейчас Поэтому Мы достаточно Хорошо выступали Третьи были Всегда в празднике Ваш первый Профессиональный Миклуб Был Получается Мастер Сатурн Нет Сатурн Рентери То есть Это Дубль После Вот этой команды Получилось так Что я В своей команде Был Лучший бомбардир Там Как вы помните Мичей 16 Я забил В списке Бомбардиров КФК Я был Четвертый Наверное Четвертый Потому что Была такая команда Мостгаз Или Мостг-Трансгаз По-моему Они первыми Заняли У них там Два бомбардира Они там Ничей по 30 Что-то наполотили Просто поступило Предложение Присмотреться Дубль Раменского Сатурна И Я с этим Обязательно Согласился И Долгий был просмотр Месяца три Потому что Кардинально Все менялось Как раз С того года Началась Меняться Структура Что такое Дублирующие составы То есть Стали сокращать Возрастных Футболистов И самые молодые Были там 23 года 22 А я как раз Приходил Мне было лет 20 Наверное Уже Потому что я Февральский И Так получилось Что пошло Маленькое омоложение И долгий просмотр был Сказать Что я так легко Заскочил Куда Нет То есть Три месяца Понадобило Чтобы Зацепиться И там Как раз Еще был В то время Тренер Смертен Евгений Динамович Который Сейчас Работает С структурой Динамо Это его Первый клуб И получилось Так Что Он Взял В дубль И там Дальше Пошел Под работой Матчи Дубля Транслировали На канале РНТВ Или нет Нет Не транслировали Это только Главная команда Когда еще Елагин По-моему Комментировал Так Сейчас Был на дубль Нет Я даже И Кроме Как теории Я не видел Матчи С своей Командой У вас было Несколько Профессиональных Футбольных клубов Помимо Мастера Сатурна И Сатурна У вас был Динамо Грианс Газовик И Волга Тверь Насколько В каждой Команде Была По-своему Своя Атмосфера Скажем так Везде Было По-разному Потому что Я становлюсь Старше И Когда ты Молодой Это одна Атмосфера Какой бы ты Команде Не был Когда ты Средний Возраст Меже 30 Другая Атмосфера Твое Осознание Того Что происходит В команде Когда ты Возрастной Это Третья Атмосфера То есть В том плане Что Ну Всегда По-разному Но В целом Везде Был коллектив Хороший У меня Везде Был Хороший Дружный Коллектив Да Везде Есть Такие Нюансы Где Ты Любим Кем-то Нелюбим Всегда Есть Какие-то Противоборства Внутри Команды Конкуренция И Она Может Переноситься Бывает На бытовую Но В целом Везде Было Все Здорово Здоровая атмосфера Самый Самый Запоминающийся Город И стадион Из тех Где вы Играли Ну Слушайте Ну Я Сильно Много Так Не Поиграл В больших Каких-то Городах Были Большие Стадионы Но Конечно Впечатления От Раменского Стадион Был Сюда Уютный Много Лека Там Прожил И В Брянске В Брянске Тоже Уютный Стадион Круглый И В Брянске Приходило Практически Мы Тогда В то Время Еще Хорошо Уступали В Кубке России Стадион Был Битком Там Такая Атмосфера Что Даже В Раменском Такого Нету Он Немножко Возвышен Трибуна Возвышен От поля Метра На 4 На 5 И Потом Уйдет Трибуна И Это Такой Ковшик И Когда Там Болеет И На поле Реально Как Говорят Взрослая Поколение Которая Играла При 100 Тысячах Или Еще Когда Не слышно Даже 2-3 Метра Такая Штатца Бывает Там Когда Мы играли На Кубок Со Спартаковым Везде Там Ну Такие Команды Приезжали Там Ростов Ну Реально Не слышно И Приятная Атмосфера Которая Гонит И Единичный Случай Но Я Всегда Как Б Рад Был Этому Потому Что Это Все Таки Приятная Атмосфера Я Не знаю Как Если Было Так Постоянно Как Я В дальнейшем Вся Вел Потому Что Ко Всему Есть Адаптация Потому Что Если Смотреть На Игроков Премьер Лиги Которые Играют Они Ко Привыкли И Они Даже На Это Не Обращают Внимание А Когда Ты Играешь Редкий Случай Это Конечно Эмоционально Очень Бодрит Даже Если Ты Чуть Не Готов Будешь Бежать Прибойный Гонит Это Приятная Атмосфера Два Города У меня Есть Раменска И Брянск Вы Рассказали Как Вы Начинали Свою В том Пламе Что Я Не Смог Реализовать Тот Потенциал Который У меня Был Я Не Могу Сказать Что Я Был Супер Умный Игрок Но Достаточно Мне Хорошо Отзывались Трениры Где Бо Я Не Был Где Находил Были Определенные Качества Которые Мне Все Говорили Что Я Мог Играть В Премьер Лиге Я Как Не Играл По юности Я Числился В Раменском Да Там Побыли Игр Деять Заявки И Ни разу Не выходил Только Товарческий Матч Не выходил Когда Приезжал Коринферс Турнет Делал По Европе Вот И Как Вот Это Нюанс Что Я Всегда Жил Тем Что Не Сейчас Но Всегда Работал С Пытался Хотел Попасть Туда Наверх Когда Это Не Получалось Там Какие Был момент Тогда Я Уже Год Не Играл После Газовика То Я Сам Ушел С Газовика У У меня Был Действующий Контракт Я Ушел Решил Решить Вопрос Коленом Не Получилось Так Получилось Я Ушел И Когда Сам Готовился Получил Травму Добил Скажем Как Себя Так Получилось И Понимал Что На Год Выбыл И После Года Хотел Вернуться Я Понимал Что В Тверь Меня Взяли Ну Пришел На Посмотр Как Меня Сразу Взяли Видимо Еще На Старых Дрожжах Что Где-то Что Мод И И Исходя Из Того Что Там Проблемы Были Очень Сильные С Коленом Я Не Мог Войти На Оптимальный Уровень Функционально Я Не Мог Выйти Но Травский Штаб Хотел Чтобы Я Весна Переходили Играть Мы Полтора Года Играли Вот Я Отыграл Этот Год Выходя На Замену Практически Не Тренируясь Пришло Осознание Что Все Так Если Делать Операцию То Уже Потом Нет Смысла Играть Я Уже Не Смогу И так Было 7 Операций На Колени Поэтому Скрипя Зубами Я Но Был Очень Зол И Даже Пришел И Сестре Сказал Я Наверное Больше Не буду Играть Футбол Даже Просто На Любительском Уровне И Даже По Ветеранам Это Все Не Мое Я Не Хочу И так Получилось Что Я Действительно Я Не Играл Пока Близкий Товарищ Я К нему Обращался По Поводу Начать Новую Жизнь Но Уже Не В Спорте Футбол А Просто Как Обычной Работе Я Готов Был Настроился Другой Образ Жизни И Тому Подобное Ну Благо Семьи Не Было И Было Легко Это Все Сделать Ну Вот Он Меня Направил Обратно В Ну Скажем Большая Трагедия Очень Большая То есть Тем Более Когда Я С Маленького Города Проделал Очень Такой Скажем Нелегкий Путь Попадание В команды Тренируясь И тому Подобное То есть Ну Очень Каких Условиях Где Находился Что Проходилось Делать Вне Футбола Для Того Чтобы Жить Потому Что Я Не Получал Космический Закон Поэтому Ну Такой Был Тяжелый Мне Было Войне Очень Было Обидно Что Потрачено Столько Усилий Но Здоровье Где-то Не поделал Ну Опять Ж Здоровье Это Опять Ж Виноват Я сам Как бы И сейчас Говоришь Молодым Футболистам Что Здоровье Надо Беречь И Нельзя К нему Открывачески Относиться Можно Пропустить Одну Две Игры Чем Потом Пропускать По Пол Сезон Поэтому Надо Лечиться Надо Всегда Как бы Себя Держать Правильном Русле Нельзя На себя Плохо Относить Но Это Не значит Что Любая Болячка Надо Отдыхать Поэтому Раньше Там У нас Был Такой Посыл Что Надо Терпеть Стараться Болеть Не Болеть Играть На укол Это Старая Закалка Современно Я бы Такого Не Советовал Делать Поэтому Что Есть Андрей Васильевич Быть Тяжело Тренерскую Ваш Первый Тренерский Опыт Как Это Было Начинал Я С Инвегуальной Работы Работал В коммерческой Школе И Основанно Было Ток Занятия Они Занимаются Школа Занимаются К нам Приходит Дополнительное Заводное Ление Перед Одни Работали Только На Терпе На Терпе В Такой Момент И Я Там Проработал После Двух Лет То есть С этого Я Начинал Но Параллельно Скажем так С этой же Коммерческой Школой Я Получается Работал Командой КФК Зона Б Командой КФК Зона Б И Второй Год Работал Командой 96 Года Работал Этой Год Спорт Школа Она И сейчас Есть Интер Савеловский Или Савеловский Это Называется Получается Просто Тот Кто Заведовал Коммерцией Он И Мел Отношение Куда И Получилось Так Что Я Параллельно Ему Везде Помогал Он Курировал Состав Кто Где Играет А я Занимался Тренировочный Тренировочный Работал Скажем Так Для Меня Пробник Плюс Индивидуальные Тренировки Постоянно Проводил Индивидуальные Где-то Групповые Индивидуальные Характеры С этого Я Начинал И Такой Опыт И И Очень Скажем Так Втянулся В этот Процесс Тренировочный Я Осознал Что Мне Не Хватает Знаний Чтобы Работать Тренером Мне Не Хватает Знаний Хотя Когда Заканчивал Играть Футболистом Я Не Видел В этом Сложности Я Видел Только То Что Задача Набрать Команду Хороших Футболистов А Все Остальное Не Точно Ваш Квадратики Футбольщик И Тому Подобное Здесь Я Осознал То есть Был Какой-то Багаж У меня Упражнений Потому Что Я С Рамец Записывал У У Нас Дубли После Толя Тренировки Учиться На Будущем Могут Пригодиться Ну И Я Как-то Так На Автомате Записывал Тренировки Везде Где Я Работал Специалисты Были Ну Это Багаж У Упражнений Я Просто Применял Зачем Куда Просто Я Применял К чему-то И шел И Потом Как-то Осознал Что У меня Была Определенная Идея Которая Сейчас Развил И знаю Как К ней Подходить Как Тренировать А В тот Момент Я Не знал Как это Реализовать Я Понимал Что Я Не могу Принести Информацию Не 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 Наиграть В Какие-то Вещи Которые Надо Я И Подходим Первый Такой Опыт Скажем Так Я Был В рутине Очень Большой Рутине В плане Что Очень Много Работ Потому Что Коммерция Постоян Тренируешь Кого-нибудь Разные Дети Что-то Делаешь Там Плюс Дополнительные Гори Были Мы Тренировали В спортшколе Тренировали Играли В третьей Лиге В итоге Стали Чемпионами В выпускном Годом Ну Как Не Знать У нас Были Футболисты Чуть Посильнее Приглашены Которые Не играли Где-то Но Были Приглашены И мы Чуть Где-то Выиграли Не то Что Тренировочный Процесс Был И Еще Тогда Это Мне Дало Немножко Какой-то Мысли На Будущее Что Значит Игроки На одном Уровне Игроки На другом Уровне И В чем Разница Такой Хороший Упак Был Уфильный От Сколько Вам Было Лет Когда Вы Начали Тренерскую Карьеру Наверное 30 Исполнилось Вот Прям 30 Исполнилось И вот Я начал В 29 Я Закончил Или В 29 Вот Что-то В 29 Начали Или В 30 Я Сейчас Исполню Это Был 12 Год В 2011 Я Закончил Прям В конце Года И В 12 Где-то В Феврале Месяца Я Начал Как Сколько Не было Получается В 12 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 После Этого У вас Один Из Клубов Где Вы Тренировали Был Армянский Клуб Мика Насколько Этот Армянский Вояж Горы Сильно Отложился В Памяти Очень Сильно Отложился Потому Что Скажем Так Я Уже Получил Определенный Багаж В Юночественном Футболе Я Уже Работал Клубной Лиге После Завел Я Перешел По рекомендации Это Одна И та Сеть Примерно Плюс Минус В Строгино Работал В Строгино Было 2 Отделения Одно Играло В Первой Лиге Второй В Клубной Лиге И У нас Получалось Один Ты Помогаешь Клубной Лиге А главный Работаешь В Первой Лиге И тот Тренер Который Главный На Клубной Помогает В Параллельно Тренировал Команду КФК Клазар Команда Сейчас Есть Только Не КФК Но Играет ЛПР И Там Была У них Идея Это Потом Который Был Проект Арарат Вот Здесь Это Примерно Плюс Минус Одни И Те же Люди Была Идея Создать Команду В России Это Было Очень Дорого Даже Играя Во Второй Лиге А В Армении Это Дешевле В раз Дешевле И Можно Играть Даже Сразу Купить С Петой Сюда Говорить Вот Мы Туда Мне Предложение Этим Всем Заниматься Быть В Тренер Смештабе Участвовать В Этим Семь И Поехал Я Оценил Что Такое Прелести Другой Страны Что Смешение Людей Приезжим Людям Которые Работают Как Работают Клубы Премьер Лиги Именно На том Уровне Многие Команды Участвовали В Европубках Наша Команды Не счастливы Но Сама Суть Что Как Это Все Происходит Потому Что Была Возможность Это Все Видеть В Армении Все Команды Базируются В Ереване Одна Кроме Ширака Которая Себя Базировалась И Еще Там Ганзасар Которая В горах Находилась Команды Сальни Все В Ереване Даже Многие Тренировались Там Было Можно Было Наблюдать Смотреть Что Происходит И Там Подчеркнулось Очень Много Давления Какое Может Быть Здоровое Недоровое От Болельщиков От Руководства Потому Что Есть Определенные Задачи И Хорош Шепот Мне Очень Понравился Больше Отрицательные Но Отрицательные В плане На тот Момент Но Я Уже Понимал Что Это В будущем Неизбежно Такой Уровень Российская Пример Лиги Легит В другом Месте Будет Еще Больше Давления Больше Это Мне Больше Из этого Понравилось Что Я Был Это Давление Спокойное Дерное Я Получал Удовольствие Под Этим Давлением Ты Начинаешь Шевелиться Думать Что Делать С учетом Того Что Большинство Клубов В Армении В мире Лиги Базируется В Ереване Можно Ли Привести Параллель Между Чемпионатом Армении По футболу И чемпионатом Москвы Среди Офутбол Параллель Провести Нельзя Уровень Организации Наверное Плюс Минус Честно На тот Момент Было Наверное Такой же Как Пермест В Москве Проводят Потому Что Отличие В том Что Наверное Даже Берем Вторую Лигу Техника Безопасности Только Это Отличие А все Остальное На таком уровне Что Как-то Очень Все Просто Ничего Такого Нету Там Прям Заоблачно Как Мы Можем Увидеть В Лиге Чемпионов Даже Посещая Лигу Чемпионов Когда Играли Команды Пенюк Играл Не ощущалось Что Это Какая-то Закрытая Вечеринка Назовем Реально Похоже Что Ты Пришел На матч И Болельщиков Не так Много Ходят Не знаю С чем Это Связано Маленькая Армия Болельщиков Клуба На сборную Собираются Большие Стрелы Центрального Меха Поэтому В целом Я считаю Что Паралель Немножко Неверная Может Проистирать Паралель Со Второй Лигой Если Оценивать То Что Был В тот Момент Сейчас Я не знаю И Как Сейчас Уровень Организации Вторая Лига И Организации Футбола Отдельные Игроки Могут Играть Даже Наш Мерлиги Но Это Очень Редкие Футболисты Это Больше Легионеры Потому Что Организации Футбола Другой И Судейство Другое Потому Что Там За ругательство Игрокам Матом Даже Он Скажет Слово Матом Не важно Своему Чужому Игроку За это Сразу Карточка Но При этом Могут прыгать Сзади С двух Ног Уносить Игрока Ни Желтый Ничего Нет Много Такая Специфика Есть Там Была Сейчас Не знаю Как это На самом Деле Но В тот Момент Это Была Дикость Когда Мы Это Видели Это Была Дикость Такая Поэтому Такое Не Вы Входили В Тренерский Штаб Футбольного Клуба Знамя Труда Команда С которой Уже Не первый Год Подряд Играет В одной Группе Наша Молодежная Команда Насколько Пристально Следите Именно За этими Матчами Насколько Они Принципиальны И Ваш Опыт В Орехово-Зуево Ну В Орехово-Зуево Да Я уже Учился На лицензии А Нет Уже Наверное Получил Лицензию Б И Как говорится Когда учишься На лицензии Надо быть Всегда При клубе Получился Такой момент Что у меня Была возможность Потому что Орехово-Зуево И Раменска Это примерно Одни и те же люди Не в руководстве А имеется ввиду Переплеталось Люди с Орехово Работали в Раменска Очень долгое время Частые переходы Да Долгое время Еще в том Денье Когда я был Футболистом Много кто Работал Со второй командой Из Орехово-Зуево Всегда мы Сотрудничали С ними Насколько я знаю Играли товарищеские Игры И тому подобное Поэтому там Всегда И сейчас Даже есть люди Которых я знаю Еще с видностью Игроком Получилось так Что У меня была возможность Там поработать Помощником Тренера И опять же Тренер был с лицензией Игроком Чему Я Когда ездил На выезды В основном Когда На выезды Приезжали Я много проводил Беседы Потому что Это Денья Брос Украины Получал лицензии В Шотландии Он получал Лицензии На Украине У него Были Богатые Опытом По поводу Физподготовки В плане Лобановского Это Все Этот Момент Мы Много На этом Теме Разговаривали Свободной Теме Не то Что Не было Такого Что Должны Так Работать Еще Много Рассуждали Был Приятный Такой Момент Мне Было Приятно Находиться Там Футболисты Контакт С футболистами Всегда Находился В поле Смотрел Такое Впечатление Приятно Ничего Много Пускать Плохого До Сих Пор Я Подписан Даже На Орехово Зуево Все равно Слежу Как они Играют Какие результаты Тренер Тоже Незнакомый Сейчас Там Работает Другие Работали Тоже Я их Знаю Поэтому Слежу Как и за Равенском Я Слежу За Брянском Там Где я Находился Какие-то Вещи Отпечаток У меня Есть Я Слежу За Родиной Я Слежу И Как бы Дальше Судьба Не Славилась Я Тренировали Получается Выпускные Команды То есть Вы тренировали В прошлом году Шестой Год Рождения В этом Году У вас Седьмой Год Рождения Насколько Проще Тренировать Выпускающий Год В сравнении С ребятами Допустим Чуть Младше Ну Как сказать Не Проще Везде Одинаковые Моменты По одинаковой Работе Что маленькие Что Взрослые Футболисты В момент В другом Какие Футболисты Какие у них Характеры Какой им Нужен Подход Разница Какого Это Просто Чем Старше Ребята Становятся Тем Они Скажем Так Более Мним Более Такие В себе Уверенные Я Все Знаю Все Умею То есть Сложность Коммуникации В плане Достучаться До Ребят Что Какие-то Вещи Они Должны Делать Потому Что В постановке Более Это Будет Сплошь Рядом Чтобы Донести Эту Информацию Не Всегда Это Удается Кто То Воспринимает Это Должный Уровень Кто Нет Чем Выше Уровень Скажем Так Мастерства На том Этапе В команде У игрока То есть Мы Не Говорим Про Уровень Мастерства Что Он Может Играть Там Уже Там В Лиге Там Или Добьется Большой Нет Именно В каждой Команде Всегда Есть Какие-то Лидеры Которые Превосходят Каком-то Мастерстве Преобладают Либо В обороне Либо В атаке Вот Они Зачастую Считают Что Они Все Умеют Все Знают И Многие Вещи Не Нужны Это Как Б Сплошь Рядом Практика Она Проходит Просто Где-то Это Проходит Более Ровно Где-то Очень Скачково Где-то Достучался Где-то Нет Постоянно Противоборство Идет Больше Коммуникация Все Остальное В принципе Сложности Никакой Нет Работать Неважно Маленькие Дети Взрослые Дети Все Украинская Коммуникация Подход Нужно Найти Подход К игрокам Это Все Бывает Что Ты Не Можешь Два Разных Коллектива Два Разных Коллектива По уровню Мастерства И Подход И работа С ними Разный То есть Одним Надо было Одно Этим Другое Даже В тренировочном Процессе Другие Упражнения И все По-другому Потому что И мыслить Они по-разному Все Вот такой Нюанс И так же Самое Если мы Опустимся Восьмой Год Девятый Год Везде Они Разные Эти команды И разные Почему Потому что Это Один из Ваших Футболистов Которые Вы тренировали Артур Горевян Он вызывается В сборную Армении Насколько Тут у вас С ним Перипетий С учетом Того Что у вас Есть Армянский Опыт В качестве Тренера Ни Перипетий Что Как бы Откорщик Работать Ему Работает Очень много Как бы Характер Ему От характера Немножко Не хватает Но он Знает Об этом Он Пытает Себя Переладить Я думаю Что Его время Не сейчас Его время Год-два И он Будет Расстроить Себя Сейчас Немножко Ему тяжело У него Всегда Момент адаптации Очень тяжелый Поэтому То, что Вызывается Сборная Армении Я считаю Для него Польшой плюс Он должен Ну Я думаю Что Любой вызов Сборной Он Водушевляет Он немножко Дает Возможность Посмотреть на Футбол С другой стороны Потому что Вокруг тебя Окружает другой уровень футболистов Не могу Сказать Какой уровень футболистов Молодежной Сборной Армении Потому что На тот момент То, что я видел В пятнадцатом году Достаточно Неплохие У них командочки Были В плане Игры Неплохие Опять же Дефицит Хороших футболистов Но По факту Они Неплохо Смотря Как на сегодняшний день Я не знаю Думаю Время идет Вперед Прогресс должен быть Я думаю Ребята тоже Не слабее Как бы Есть Чем сравнить И Дверящему Это пригодится Вызыв Сборной Все-таки Это Дополнительная Мотивация После прошлого Чемпионата Вы передали Молодежной Команде Четыре Пять футболистов Которые Пытаются Закрепиться Или уже Закрепились В составе Насколько Скажем так Есть Какое-то Минимальное Минимальное Число Которое Необходимо Передать Допустим Седьмого Года Или Там Намного Больше Кандидатов В седьмом Годе Наверное Больше Кандидатов Да Здесь вопрос Их Самореализация Как они Себя Реализуют Как они Себя Подпроявят В этом году У них Больше Шансов Проявить Себя Потому что Они Играют В хорошем Турнире Значим Нежели Шестом Шестом Было Тяжело Тяжелее В этом Плане Был Один Плюс Что Они Играли На КТП С ребятами С мужиками Играли Достаточно Хорошо Ту Задачу Которую Мы Ставили Между Собой С Ребятами Что Мы Можем Быть В середине То есть Мы Эту Задачу Поставили Не Сразу А Когда Уже Пришел Чемпионат Мы Осознали Какой уровень Чемпионата На кое Место Мы Можем Претендовать И Мы Поставили Секлам Что Мы Можем Быть Самое При удачном Раскладе Можем Быть Шестые При Худшем Раскладе Девятые Мы Должны Быть В этой Рамке Мы Должны Быть Середине В принципе Ребята Справились С этим Это Много Им Дало Я Считаю Что И Когда Они Перешли В молодежку Тех Ребят Которые Привлекли Я Не думаю Что У них Большая Адаптация Происходила Просто Надо Было Адаптироваться К тому Коллективу Которого Они Перешли Поэтому Я Думаю То Что Я Сейчас Вижу Как Кто Из Ребята С шестого Года Учатся Тот И Гэс Дает И Они Не Смогли Присутствовать На своей Тренировке Они Присутствовали На нашей Тренировке Уже У меня Есть Сравник Прошел Год Скажем Так С момента Какого-то Забрали И Видим Что Ребята Уже Замателели Окрепли Они Смотрят По-другому Уже Чувствуется Немножко Пас Другой Поэтому Сколько Заберут В седьмом Году Живем Увидим Все Зависит Ребята Тут Как бы Даже Больше Не тренер Они Сами Себе Делают Мы Только Направляем Нужное Русло Мы Всегда На Контакте С тренером С Всегда Обсуждаем Угроков Мы Знаем Кто Нам Нужен Кого Нужен Не Мы А Он Кого Надо Привлекать Кого Не Привлекать Всегда Стараемся Есть Возможно Мы Будем Кного Не Будем Привлекать С Тренировочным Процессом Где-то Сейчас Сыграли Товарищескую Игру Между Собой Ребята На Ввиду Мы Сюда Ведут Контролируют Мы Видим Потенциал Но Мы Видим Кто Этот Потенциал Открывает Развивает Поэтому Здесь Упирается В сознание Ребят Если Они Должен Будут Относиться К Своему Делу Я Думаю Что Многих Ребят И Шанс Перетечь Возраст Как Оцените Товарищеский Матч Против Нашей Молодежной Команды Никак Не оцениваю Потому Что Для Меня Это Была Подготовка Представящего Матча С Рубиной Был Промежуток Времени Где Мы Отдыхали Вышли Из Отпуска И Мне Нужно Было Понимание На Более Сильном Сопернике Что Мы Себя Представляем На Придет Готовый Немнож Кто-то Разобранный Может Быть Сейчас Кто-то Не начнет Чемпионат Из Того Состава А Начнут Другие А Потом Когда Будет Более Конкуренции Будем Смотреть Кто Будет Играть Поэтому Здесь Для Меня Была Просто Информация Понять На Кого Сейчас Опираться Дальше Два Матча А Как Для Молодежки Ну И Для Них Тоже Как Б Важно Наверное Было Показать Состоятельность Те Ребята Которые Мало Играют Или Там Не Задействованы Вообще Они Должны Были Как-то Проявлять Себя В Игре С наилучшей Стороны Чтобы Солныш Обращать Внимание Я Не знаю Какие У них Были Там Задачи Но Я Свою Задачу Выполнил Я Получил Определенную Информацию На Которую Голи Несколько Футбольных Клубов В качестве Игрока Несколько Клубов В качестве Тренера В разных Городах Насколько Легко Вам Давались Переезды Легко Я был С детства Любовь на Подъем То есть С 15 Лет Уехал В Москву Споротинтернаты Живя С разными Нациями Кавказцы Некавказцы Украинцы Там Даже Альзебальчанцы У нас Были Я Спокой Собрался Уехать Насколько Тяжело Было Переезжать Уже Когда Появилась Семья Ушебня У меня Появилась Поздна У меня Больше После Уже Футбольной Карьеры Поэтому Тяжело Очень Сказать Ну и я Сейчас Не вижу Наких Проблем В том Плаве Что Если Надо Куда Уехать Мы Соберем Сюда Есть ли У вас Какие Нибудь Хобби Помимо Футбола Помимо Футбола Да Я бы не сказал Что Есть Какие Хобби Что Там Интересно Шахматы Я люблю Играть Шахматы Играть Большой Теннис Настольный Теннис Ну то Все равно Все Осуществляется Спортом Какое То Хобби Там В плане Не Спорта Наверное Ну И Я Особо Всегда Если У меня Часто Я У меня Все Мысли Подружены Там И Семья Какого То Хобби Нет Я Даже Получается Что С Друзьями Мы Редко Видимся Под Созванием В основном Ну Очень Сейчас Даже Вот Завтра У нас Выходной Хотели Собраться На Шашлыки Но Не Сможет Больше Льет И Там Обычно Собираемся Там Будет Немец Поэтому Ну Так Получается На Выездных Матчах Тренерским Штабом Шахматы Играете Или нет Бывает Ждим Анекеном Мы Дороги Играем Это Приложение Быстрые Шахматы Несколько Парк Мы быстро Играем На Собор Во время Поездок Получается На Выездные Матчи Чем Коротаете Время Кроме Шахматы Зачем Семь Подготовка Матч Все равно Есть Какие-то Моменты Спрогнозировать Какие-то План Приподготовить Если Уже Даже Есть План На Эту Игру Какие Дальнейшие Действия Последующей Недели Как Соперники Что-то Смотришь Осматриваешь Просто Чем Другим Не Заниматься Насколько Тренеру Команды Детской Академии Тяжело Выстроить Диалог С Родителями Футболистов Значит Со Старшими Детьми В основном Ты С родителями Это Веркие Случаи Когда Они Сами Обращаются Звонят Какими-то Просьбами В плане Помочь Справки Отпросить В отпуск Заранее Билеты В целом Вся Беседа С футболистами Если Какие-то Вопрос Футболисты Уже 15-16 Лет Должны Решать Сами Подходить Если Что-то Нужно С учебой Не С учебой Должны Решать С тренером Лично Почему Должны В возрасте Я считаю 15-16 Лет И Должны Конкретно Понимать Что они Хотят И Принимать Решение Даже Какой Вуз Они Будут Поступать Надо Лим Это Не Надо Другой Момент Если Скажут Мне Это Не Надо Я Не Хочу Учиться Это Неправильный Посыл Они Должны Поступать Чем Они Заниматься Должны В дальнейшем Будут Играть В футбол Хорошо Они Должны Принимать Решение Пойти Налево Или Пойти Направо Играть Шахматы Или Глэд Сделать Здесь Такой Момент Что С ними Только Беседа И С родителями Я Особо Контакта Не Только Какие Такой Позже Завершение Трош У нас Будет Андрей Васильевич Завершение Блиц Я Назваю Фразу Вам Ее Продолжить Всего Шесть Фраз Лучший Выходной Это Любимая Тренировка Когда Запоминающийся Матч Если В нем Забил Новый Долг И Был Превоспорен Выглядит Я Тренер Потому Что Я Лучше Если Бы Не Футбол То Родина Это Любимая Продолжение